МОЛОЧНЫЙ ВОДОПАД ТРЕКЕРОВЕТРО ОБОРУЖЕННЫЙ ПРЯК ПОЛЯННЫЙ ПРЯК Молочный водопад, третий реветро оборудован, упрят, полянки пудника. Государственная дача длится 5 км. КОМОЛОЧНЫЕ ПОЛУЧИТСЯ За сутку, на Альбинске много добраться. Не очень похоже, что получится. Сталин, Крущев, Брежнев Можно исходить, может быть интересно Все-таки действительно такие деятели бывали, отличились Тут нам охраняли их Красиво Так, мы сейчас приедем к этому водопаду Обогнули озеро И приехали к водопаду Молочный Как я понимаю, он находится по дороге на дачу Сталина, Брежнева и так далее Благодарствуем объект лица, дача Так, как-то так Красиво Вот, какой он красивый Вот, а как молочный Вот, а как молочный Здорово Здорово Так, я проезжаю Ага, понял тебя Понял тебя, чувак Ох, какой вид Да Красота Красота Не, озеро очень красивое Ага Ага Добрый день, ребята, у нас платно вы в курсе? Да, а сколько? 150 рублей с человека, внизу касса оплачивать, идете на экскурсию, вам покажут, расскажут. Ага, я спокойно, спасибо. А сколько экскурсий продолжительность примерно? По дому минут 20, она по территории, до 8 вечера можете глядь. Спасибо, то что надо. То есть, искушайся 20 минут. Идеально. Тем более, я не хочу тратить времени на эту дачу. Но тем не менее, если мы здесь, то посмотреть, наверное, все-таки стоит. Как жили? Да. В те времена, как жили наши правители, хозяина, можно сказать, страны. Здесь, наверное, гольф-машинки разъезжали. Да, гольф-машинку никогда не было. Я была. Думаю, что обычные машинки разъезжали. Могите, выкиньте. Больше. Тихо-тихо. Так, ух. Красиво. Надо парковаться-то. Тут что ли? Хаста, тут стоять. А, вот покажи. Ну, вот мы приехали на дачу. Объект дача. Здесь отдыхали Сталин, Брежнев и так далее. Государственная Брежнев и так далее. Называлось. Такое вот интересное место здешнее. Сейчас надо в кассу быстренько запрыгивать. Ну вот, подходим. К даче. 20 минут экскурсии внутри. Сейчас идем на экскурсию. Друзья, снимайте, фотографируйте. По ходу экскурсии, если дороги возвращаться не будем. Вы так были с другой стороны к озеру. Я в каждой комнате дал время, чтобы посмотрели и сфотографировались. Друзья, мы с вами находимся в Хрущевской пристройке 61-го года. Дальше будет и дача Сталина. Хрущев принципиально не заходил вот на Сталинской, отдельно построил себе собственную дачу. Предусмотрев здесь две зоны отдыха. Каминная зона у входа и бильярдная совмещалась с кинозалом. С левой стороны опускали планочку, справа ставили проектора и получали изображение на экран. Стол, бильярдные немецкие трофеи. Внутри лежит цельная мраморная плита. И такая вот стена-гармошка с обеих сторон разделяла эти две зоны отдыха. В доме также были предусмотрены две гостевые спальни и две ванные комнаты. В спальных комнатах мебель сделана на заказ из горельской березы. Меняли в этих спальных комнатах капры, матрасы и обои, а также сантехнику при Брежневе. Розовый цвет сантехники выбирала супруга Брежнева в 1970 году. Сама плитка с хрущевских времен 1961 года. Это югославская плитка. Вот эти две комнаты, они одинаковые. По расстановке мебели и отделке отличаются только видами из окна. В первой комнате видно горы, во второй видно озеро. Здесь в 1962 году Хрущев принимал кубинского лидера Фиделя Кастро. Хрущев вот эту дачу в основном использовал как гостевую. А сам участок находился на даче в Пицунде. И здесь редко бывал. Теперь пройдемте дальше, друзья. Всегда можете пройти, посмотреть, кто из Паржи с видом на озеро. Все вон. Сантехника не итальянская. Что за веками здесь? Ну, розовая, да. Позади вас раньше была стена. На этом хрущевская пристройка заканчивалась. В конце коридора была окошка на даче Сталина. Два дома они раздельно между собой стояли. А вот этот коридор, который их объединяет, Сталинскую и Хрущевскую, было стела на прежнем 70-е годы. Сталинскую задачу построили немецкие военнопленные в 1947 году. В доме три спальни, три ванной комнаты, один банкетный зал. Вот здесь, первая дверь справа, ванная комната. Здесь стоит ванна с функцией термос. В этой ванне вода сутки не остывает. Сюда привозили ему морскую лечебную воду и наполняли эту ванну. Сам Сталин ни в море, ни в озере не купался. У него одна рука была сухая, сухожили были повреждены. Со сталинских времен в этой ванне сохранилась сама ванна и плитка. Она тоже оригинальная, немецкий трофей. А остальную сантехнику прибрежнее выменяли. Теперь пройдемте дальше и посмотрим с вами дачу Сталина. Отсюда уже начинается дача Сталина. Термопан расположена вот здесь. Если вы желаете, можете пройти посмотреть. Ванна Паркетинский зал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чтобы Сталин в любую секунду мог вызвать их, были предусмотрены вот такие кнопки вызова охраны. Они в каждой комнате. Такие кнопки были предусмотрены даже в ванных комнатах. Проделывалась о сталинском времену, где стоит она, тоже в рабочем состоянии. А это рояль 19 века. В 1856 году царская семья Романовых. Было привезено семью борца из Петербурга по желанию Сталина в 47-м году. Теперь минутки, где можете сфотографироваться. Сколько раз Сталин здесь был? Ему пять раз. Всего пять раз. Каждый год ездил? Да, каждый год в летнее время. А как он добирался сюда? На машине. А машине откуда? Откуда? Сюда, с Сухума. Сюда, с виды Сухума поздно добирался сюда, а ты на машине? Нет. А кроме МВТ-радачи уже больше не было? В Крыму, например. У кого? По Сталину. Сталина? Да, или только здесь. Сталина официально 20, а так 75 тысяч. А-а-а. Все не по всему союзу будет. Да, да. И не на всех, кто был в Абхазии. Но здесь в Абхазии минус Сухуми не было на даче. В Абхазии пять сталинских дач. А это одна из трех комнат. В доме три спальни и все сталинские. Сталину была мания обисследования преклонного возраста. И, опасаясь за свою жизнь, он мог за ночь поменять все три спальни. С помощью балконов, по которой они объединяются. Мебель во всем доме сделана на заказе из грецкого ореха. Низгая под рот и нерлисимуса. Его рост составляла 1,57 м. Обивка мебели и фолье белый цвет. Зеленый. Этот цвет он еще называл цветом жизни. Здесь две кровати из-за матрасов. Матрасы были лечебные. Они были сделаны из морских водорослей конского волоса. Несмотря на высокую влажность, они всегда оставались сухими. Их производили только в Германии, только на полуторке кровати. Но эти матрасы уже были заменены прибрежными, как и вот эти капры и шторы. В этом доме нет кабинета. Здесь он отдыхал. Но, по его желанию, в каждой комнате предусмотрены такие письменные столы. Телефон сталинских времен, часы уже брежневских 70-х. Когда в каждой комнате телку делали разные мастера. И в этой комнате мастер, который делал напоминание, себе решил оставить небольшой след. Если вы здесь присмотритесь на колонок, вот по бокам. Вот брак включены, свет падает на вот эту деревянную рамочку. И он дам подарка на светлом фоне. Тень получается похожа на шахматную фигуру Таня. Такие фигурки только в этой комнате, в других кабинетах. Все видно, друзья? Если второй брак включен, то посередине получается такая картина, как и вот здесь. Здесь посередине ферзь. Заметно светло? Хоть только светлый сектор не заметил. При Сталине забыл аппаратным коридором. Здесь парадные двери, а там выход к озеру. Оттуда по Авернску спускался и заходил отсюда. Несмотря на то, что Сталин бывал тут летом, функция обогрева тоже предусмотрена. В подвальных помещениях расположена котельная. А вот так вот за рамочками в Одессе, вон там в углу видно, под окнами всех комнатах находятся батареи. Но она ни разу не отапливалась и не функционировалась, поскольку он летом бывал. А зимой, даже сейчас, она не функционирует, потому что здесь высокая влажность и от перепада температуры дерево начнет портиться. Здесь по бокам еще две спальни и ванная комната, а здесь и мувальная. Теперь пройдемте во вторую комнату, друзья. А вот это вторая комната. Здесь в качестве отел используется грецкий орех, она темная. И как я ранее уже говорил, ни в одной комнате, кроме банкетного зала, нет люстры. Только вот такие бра и полумрак в комнатах по желанию Сталина. Также в парадном коридоре. Но места для люстры тоже предусмотрены, вот такие они были вырезаны вручную. В принципе, вот эти три комнаты, они практически одинаковые по остановке мебели. Отличаются только внутренней отделкой дерева. А здесь выход на балкон, с помощью которого он в этой комнате и менял. В балконных дверях стекла из хрусталя, они пропускают на ультрафиолета. Если давайте можете подойти посмотреть, кто здесь, кто здесь. Чуться. В спальню. В спальню. Почему степь под ее кровать? Уже один приезжал. Он один сказал здесь. Это из матраса, сколько на полуторке делали. Один из морских водорослей, другой из конского голоса. Конский голос не высёживается, принимает форму тела, спина вставок. И пока она принимает свою обычную форму, она будет всем другим из морских водорослей. Спасибо. 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 . Спасибо. Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. Спасибо. . . Спасибо. . Спасибо. Спасибо. . Спасибо. merchandising. Спасибо. Requением 평 hurdle. Неаправедливый. Спасибо, monthly promotion Lynn вас предe. Евгidyank. Другая связь, все учится, все гампирована в целом, сидит и тескать виной имени Амгию . Ну да, я правильно отгадал, когда мы катались, что это с дачи Сталина, красота, вот, катер. Нам нужно на экскурсию пора идти. Ну какую экскурсию? Обязательно. А где? Вот сюда, вот сюда. Вот мы находили Сталина. Он сохранился, и говорят, даже на собой. Улица. Ого, зелька. Да. Прикольно. Длинный, конечно, моторный отсек. 1950 год. Министерство судостроительной промышленности СССР. Номер 101. Большой выкатер. Да, чувствую себя тут. Может, радио послушать, покататься. Да, всякие штучки, дрючки. Да. За руль не пойдешь? Пойду за руль, да. Брючки. 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 Мне кажется, захочется. Вот какая. У меня волосы там все не пахли. Вот такая вот она. Зеленая. Цвета жизни. Ох. А какие горы отсюда? Какой вид на горы? Ого. 300 человек от нас. Да. Так что, в общем, Медведев-то наш нынче тоже, конечно, жжет. Но, может, и не так шибко. А то, видишь, 75 дач. С другой стороны, есть разница. Это не было его собственности. Оно ему полагалось. По долгу служба. А куда ты вообще пешком не идти? Вот такая шибко. Давай. Так. Ну да. А что так? Продолжение следует... 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 Вот минеральная вода номер два, закрыта, да нет, открыта. Пойдемте попробуем, девчашка. Варну номер два. Такой будет минеральной водички попить. Попробуем. Платки джипа. Вот такая вот она, скважинка с минеральной водичкой. Что-то она не работает. Это не то явно, да? Нет, это то есть. Думаю, что придется прямо из скважины черпать. Ух, запашок сразу ощущается. Да, водичка какая-то минеральная, минеральная. Минеральная водичка. Розированная. Вкусненько. Скважинка номер два вполне. Какая сернистая водичка, но не серо-водородная. Пустая. У нас дорога-то вот там, да? Основная. Куда? А может и не сюда я еду. По-моему, не сюда я собрался. Сюда я собрался. Дорога направо уходила. Вон они, альпийские луга. Не знаю, сюда ли по этой. Не по этой мы едем, по-моему. Сейчас. Да, вот нормальная дорога идет параллельно. К этим альпийским лугам, где можно подняться. Так что сейчас разворачиваемся. Хочется в альпийских лугов доехать. Высота 1560 метров. Мы выше, чем в Греции. На машину забирались. Не, ну куда вам дороги? Да. Разве дело там нормальное. Вот. И озеро там будет. Озеро я тоже помню там. Вон они, альпийские луга. Давай камеру. Вот я вижу альпийские луга впереди. Вот маячат перед нами уже. Корова пасутся. Вот это все такое. Лошадки, да? Вот это все такое. Ну, лосера значит лошадки. Здесь знакомые прогулки. Так что вот лошадки пасутся. Что ж, а мы двигаем дальше. Пытаемся найти альпийские луга. Все-таки не по той дороге разбитых хлама. Нормально параллельно идут. Так что едем. Ох, какие красивые альпийские луга. Вот они. Вот впереди они и есть. Альпийские луга. 1600 метров. Ну вот, наверно, сюда возят туристов. Или нет? Нет. Еще далеко нет. Ну да, вот они здесь. Казано. У него озеро там дальше. Вот они. Вау, красота. Мы добрались. Мы добрались. Самый, практически. Крыши мира. Ух. Горный сэр. Короткий пасел все. С палатками стоит везде. Женщина не говорила, что надо с палатками встать. Я что-то дурак. Решил мотаться туда-обратно. Ну, с другой стороны, обратно. Нам не так далеко. Умной прогулки на озеро Мзды и водопад. Вот они. Пограничная зона. Покупаться в реках озера запрещено. Ступенческие поляна. Это все, да? То есть, отсюда можно уже ножками топить. А, нет. То есть, через речку на джипе. Это называется Ступенческая поляна. В самых горах. Красота 1600 метров даже больше может быть. Вот уже идем далее. Писки льда простираются. Очень красивая. Там дальше водопад и озеро Мсты. Ну, попробуем проехать. Как я понимаю, тут ничего такого особого-то и нет, да? 4х4 подключим. Да, но больше, наверное, ничего не надо. Так. Нормально. Вот. Возьмем Зимата. А, вот. А, вот. Джапские водопады. Три туда, да? Сейчас проще можно проехать на водопады-то. Баба! Так. Дальше пешие маршруты. И сегодня мы их не пройдем по футболу. В чем желание. Все темно будет. Несколько я предлагаю, предлагаю прогуляться до олипийских луков. Туда чуть-чуть буквально. Еще проедем. Да, на водопад мы не беремся. Ну и вообще, как бы сюда уже дальше не надо ехать. То есть, вот здесь они все встают как бы с палатками и все. Дальше гуляют. Парк, после которого они гуляют ногами. Ох, красота. Ух, прохладно здесь, да? Ух, красота. Ух, красота. Ух, красота. И вот мы стоим среди альпийского луга. Ух, красота. Ух, красота. Ух, красота. Ничего себе. О, бочки. Смотрите, они бодаются. Ух, красота. Бочки выясняют отношения. Смотрите, как они бодаются. Не боись Они не страшные Они тренируются О, какая красота Это же бычок Он меньше Юрик размером Ну, весит, правда, побольше Я прямо по этой дороге не пойду Давай обойдем Обойдем О, какие бычочки Тоже бычки Да, не говори Причем не бычки, а бычки Не поскачет? Не поскачет Да они скорее больше нас боятся Конечно Они друг с другом отношения выясняют Вернее, не выясняют Тренируются Да, играют Они же Маленькие А это он пьет молочко Она у нас не хочет хочет? Нет Она ребятенка кормит Это Пьет молочко Бычок О, красота А вон и водопад Первый Ой, красивый Водовинки В горах Альпийских И сверху снег А вот снег не видно Вот так Вот так видно Такой вот он снег Ух Какие пики Вот они Восокогорные пастбище Восокогорные пастбище Вот они Отверстили Вдох Ох 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 очень красиво вот они из киунга в закате здесь отличные виды поднимайтесь сюда и отсюда уже будем спускаться и все собственно все на этом просто виды реально красиво он смотри садись рядышком посиди подыши травкой он какая красота такая дымка и такие горы красивые снег лежит прям посмотри перед собой вообще какая панорама шикарная горы в закате закатном солнце очень красиво вон действительно запах трав которые вот не растут низких высотах практически 1700 метров наверное где-то сейчас находимся уже достаточно приличная высота остановка одна будет у нас еще дальше туда залезем так я хочу но не сейчас естественно сейчас мы уже не запретемся темно отдохнуть я хочу сюда вернуться с палаткой здесь встать вот на этой студенческой поляне где-то видео и соответственно сходить до водопада ну короче здесь вот до водопада этого значит по горам пугались короче вот здесь погулять по этим тропах ворона здесь радски красиво я думаю даже ты это понимаешь что поэтому не на ночь надо надо сытом свежим сил как мы ходили на этот на водопаде на также на этот можно сходить но до озера 8 километров я думаю что нет мы не готовы в один конец 8 в другой конец это мы не дойдем просто по горам что мы готовы к семи с половиной для того самого день ходили видит водопад до водопада ходить с 12 ох ты да ты тоже хорошо смотришься красиво такая гора за тобой в на фоне альпийских этих самых хорошие получается высота юрка в альпийских лугах вот они горные пастбища чем статья ни разу не преувеличивает реально горные пастбищи как вы понимаете здесь вот местные жители пасут собственно вы видели кого ну что ж мы знаем на разведку съездили знаем куда вернуться и вернемся погулять потом в чем следующий раз на обратном пути из абхазии ну что ж да мы будем спускаться вниз главное что мы хотели мы добрались до альпийских лугов мы посетили минеральные источники мы тоже видели вот все знаем сюда конечно доехать с ночевкой чтобы нормально погулять вот по этим лугам травм и так далее ну вот мы все разведали теперь точно уверена что можно сюда ехать с ночью и наверное попробуем сюда приехать и погулять по этим замечательным удивительным красивым альпийским лугам вот как-то так а сейчас начинаю впускаться вниз к нашему домику море которым мы становились спускаемся через чей-то огород так сказать тропами нет связи с сервером интернета здесь явно нет телефон недовольного пит по этому поводу такая красота а то вы пасутся коровы пошли цеплялась здесь вот и наша машинка стоящая на альпийском лугу рядом с горной речкой с пущими горными рычьями абхазии мы добрались сюда чуть-чуть чуть-чуть погулялись здесь мы обязательно вернемся да мы не и и мы и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Проплываем речку Завтра предлагаю покупаться с утра на пляжике Потом поехать на новый Афон Попробовать посадиться в пещеру Афон скоро Мы уже уедем Не остановимся здесь на другом месте Либо в палатке Либо на кемпинг Короче, видишь, кемпинги останавливаться можно И кемпинги здесь есть Вот, шикарный кемпинг Все разводил Все условия есть Подъехал на машине и поставил палатку Все, что тебе надо Бесплатно И безопасно Закарями просто вставать не надо Вот, все Не хочешь проблем И он тоже на источник Ну ладно Давай чашку Как тебе второй источник? Не, у них из первого больше понравилось Еще второй Ребята на лошадях сходили до озера А вот это у них заняло полтора часа А пешком два с половиной Говорят до озера В принципе, не так и далеко Но купаться прям нельзя 20 градусов Здесь ночью, думаю, что имеет смысл спать уже нормально в спальнике Возможно, даже в зимнем 83 километра нам на самом деле ехать до этого самого До дома Что это было? Птица Что за птица? Что за курица? Курица цель Ну так вот она какая, курица цель Немножко бродик Все, катимся и катимся 24 градуса У нас потеплело Вариант, что должно было похолодать, да? Потому что ночь А у нас потеплело На технике водопад не поедем? Что, поехали ночью с фонариком посмотрим? Хорошо Субтитры сделал DimaTorzok Миша, так и естественно эти будут работать круглосуточно Вон он сидит, который я вам говорила 350 человек Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Покупил DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...